Продолжение следует... 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 что формирование городской среды, комфортной городской среды, этот проект, он изначально народный. И необходимо для того, чтобы вообще реализовать задуманное, вот этот замечательный проект, о котором мы говорим, необходимо набрать достаточно большое количество голосов, победить в рейтинге. Кстати, о народе, извините, вас перебью. У нас есть звонок. Марина, добрый вечер. Мы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Во-первых, хочется сказать большое спасибо за Каштаковскую рощу. Праздники там всегда очень хорошие и интересные, детям всегда очень интересно. Но у меня вот какой наболевший вопрос. Мне хочется узнать, когда же все-таки начнется строительство детского сада на зиму? Потому что детские сады, вот 118 и 108, они просто задыхаются. Вот такой вопрос. С детскими садами вроде как волна у нас уже прошла, но вот на вашем округе все равно проблема есть. Давайте Марине ответим, что с детскими садами, когда правда строительство начнется новое? Ну, строительство детского сада на улице Зимней, оно уже началось. То есть котлован выполнен. И как только температура позволит, вот сейчас начнется строительный сезон, и сразу же развернутся строительные работы. То есть эту стройку никто не прекращал, она идет в плановом режиме. То есть детский садик, соответственно, будет построен, и прилегающие все площадки, они будут приведены в порядок. Поэтому здесь беспокоиться не нужно, вся работа идет в плановом порядке. Ну, разгрузить два других детских сада, о которых шла речь в звонке? Конечно. Строительство нового, то есть решить эту проблему? Этот детский сад, я уже говорил об этом не раз, он самый большой в городе будет, на 350 ребятишек, вот аналогов нет. Поэтому, конечно же, у нас многие вопросы по устройству ребятишек в детский сад снимутся автоматически с его вводом. А ввод на когда планируется? Я так думаю, что порядка 12 месяцев у нас все-таки строительство займет, и вот эксплуатация. То есть к следующему году. Но с Каштаковской рощей дело пойдет быстрее, да? Проект народной действительно инициатива идет от самих жителей. Вот у вас на округе как обсуждения шли? Много ли людей действительно вкладывались в то, чтобы Каштаковскую рощу начать благоустраивать? Много ли людей сейчас за нее проголосуют? Поскольку у нас с вами рейтинговое все-таки голосование по программе. Как оцениваете свои шансы на победу? Ну, вопрос в том, что я хочу донести процедуру вообще голосования. Потому что многие, хочу сразу сказать, что были жаркие споры, были взаимоисключающие решения предлагались. Но в итоге у нас все-таки проект родился, по которому мы осуществим благоустройство. И теперь важно проголосовать за него. Проголосовать можно 18 марта на избирательных участках параллельно с выборами президента Российской Федерации. То есть будет отдельный ящичек, в котором будет бюллетень, в котором будет отражена наша позиция Каштаковская роща. Нужно обязательно прийти поставить галочку. И по результатам активности наших жителей, в чем я очень мало сомневаюсь, что действительно очень активные жители у нас в рабочих, что мы займем соответствующее место. И у нас есть все шансы для благоустройства Каштаковской рощи. Ну, может, не только ваши жители. Может, другие иркутяне, которые тоже любят Каштаковскую рощу. Но приезжаешь же, правильно? У вас там такие знаковые места. Ну, вот берег Ушаковки. Согласен. Иркутска отдыхает. Берег Ушаковки-то в планах, кстати? Конечно. В планах. То есть будет рано или поздно благоустраиваться. Сейчас модная тема, просто про новые набережные. Не могла у вас про Ушаковку не спросить. И да, кстати, к вопросу о голосовании. С 14 лет могут принимать участие у нас жители города Иркутска. Так что 18 марта действительно приходите и голосуйте. Еще такой вопрос. Вот тренд на благоустройство взят вам. Как кажется, меняется ли атмосфера в рабочем и с благоустройством? Много ли вам еще нужно сделать, чтобы действительно рабочие из такого близкого к центру, но все равно немножко отдаленного района, стало совершенно другим, совершенно благополучным? И что для этого еще нужно, кроме, может быть, новых общественных пространств, кроме новых дворов? Есть ли еще какие-то у вас пожелания к преображению рабочего? Вы знаете, вот абсолютно правильный вопрос. Вопрос в чем? Необходимо комплексное освоение территорий. Необходимо строительство дорог. Необходимо строительство социальных объектов. Необходимо прогнозировать, каким образом будет расти население. Какие это будут возрастные категории. И в связи с этим у нас в городе принята концепция социально-экономического развития города. И в рамках этой концепции сейчас разрабатывается стратегия развития социально-экономического предместия рабочего. То есть... Прямо отдельный документ. Ну, по крайней мере, первую редакцию мы будем заслушивать в рамках работы Думы уже в марте этого года. Для того, чтобы уже посмотреть, каким образом нам преобразовать район в настоящий, комфортный, с учетом всех пожеланий жителей, район для проживания. Поэтому здесь, конечно, только какими-то локальными такими зонами благоустройства дело не ограничится. Наш телефон 8-800-302-1550. Есть еще один звонок. Константин, добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Интересный вопрос по благоустройству целого микрорайона Славный. То есть в 2015 году был суд. Администрация города Иркутса сказали, что за три года подготовят проект. И сделают коммуникации, воду подведут, канализацию и асфальт. Ну, дороги, я не знаю, асфальт, не асфальт. И уже вот последний год остался, а пока что еще ничего не сделано. Да, у вас какая информация по Славному? Обсуждалось ли это на Думе у вас? Администрация что говорит? Ну, я хочу сказать, что ситуация по Славному, она в рабочем режиме сейчас решается со всеми структурными подразделениями администрации. То есть отдельно стоит вопрос по дороге, отдельно стоит вопрос по водоснабжению, водоотведению. Вот в целом по благоустройству уже разработан генеральный план самого Славного, где предусмотрены в том числе и объекты социальной сферы. Не так давно у меня на приеме были представители Славного, мы приглашали работников водоканала. Понимание, как это все сделать и понимание в том числе и по срокам, как все это будет осуществляться, оно вот тоже в рабочем порядке сейчас определяется. Потому что здесь завязано с программами по строительству дорог, здесь завязано с программами инвестиционными, в том числе по водоканалу, для того, чтобы сделать водопровод. Здесь как бы увязаны службы, связанные, скажем, с МЧС, обеспечением пожаробезопасности. То есть этот вопрос, он в работе. И в целом понимание есть, и сейчас мы пошагово будем этот вопрос решать. И я думаю, что мы его поэтапно все равно решим. Потому что он на слуху, он важен, он нужен, и мы этим занимаемся. Ну вот этот вопрос на слуху, но есть же еще у вас на округе ряд садоводческих организаций, садоводств, которые, может быть, меньше на слуху, чем и крайне славные. По ним есть какие-то программы, уже есть какая-то перспектива их развития? Потому что сейчас мы же видим с вами тенденцию, все больше людей круглогодично проживают в садоводствах, уже не используют их как дачи, а используют как полноценное жилье. И мы каждое лето, каждую осень сталкиваемся с вопросами, да, то топит, то чего-то не хватает. Есть ли у вас видение того, как вот эти территории должны развиваться у вас на округе? Да, конечно. Мы с председателями садоводства регулярно встречаемся и решаем, скажем так, как локальные такие задачи, то есть расчистить дороги, снега было в этом году много, достаточно, все знают, как решить вопрос по учету электроэнергии, каким образом совместно с ресурсоснабжающими организациями провести освещение. То есть в рабочем порядке мы работаем со всеми садоводствами. Кроме того, есть запросы на обустройство детских площадок. Многие активные председатели садоводств, они уже определили площадки, в которых можно, да, вот у меня в этом месяце состоялся объезд по территориям, да, и где вот эти вот площадки были показаны. В принципе, вот это все возможно, это все будет делаться. Вот сейчас будем ставить вопрос и совместно с администрацией города эти вопросы все решать. Много звонков у нас сегодня, 8 800 302 15 50. Анна, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, живу рядом с Ческово, как не выйдешь, огромное количество у нас в основном домов отапливаются либо на своих печах, либо на угольных котельных. Вот разговоры о социальном развитии, без того, что сюда нет протянутой, я не знаю, там, системы даты отопления. Как это вопрос, как она, эта тема будет решаться в ближайшее время? Спасибо большое. Упредили мы вопрос, есть у нас вопрос как раз по котельным. Сейчас режиссеры пока разговариваем, попрошу показать. Наши корреспонденты посмотрели, как сейчас это все выглядит. В чем проблема с котельными, расскажите у вас на уроке. Вот, вы знаете, огромное спасибо за этот вопрос, потому что этот вопрос вообще ключевой в развитии предместия. Не так давно я был приглашен на встречу с мэром города, Дмитрием Викторовичем Бердниковым, который ясно обозначил эту задачу, которую необходимо решать. Потому что то состояние, в котором сейчас находится рабочее с точки зрения теплоснабжения, конечно, оно не позволяет говорить о полноценном развитии района. И меня очень порадовало само внимание и понимание вот этой проблемы. И я уверен, что вот та инвестиционная программа, которая есть у энергетиков, вот именно по тепловому лучу вдоль улицы Баррикад, мы, конечно, совместными усилиями, с учетом пожеланий, активности наших жителей, мы решим. Вот, поэтому это одна из основных, одна из ключевых задач вообще, которую я как депутат в том числе ставлю перед собой для того, чтобы дать вот такой вот мощный импульс и толчок для развития рабочего. Потому что на тех котельных и на тех дровяных печках понятно, что район современный, удобный, комфортный развить невозможно. Поэтому эта работа, она вот ведется, она прорабатывается, и она будет являться залогом всех наших будущих вот таких вот прорывных моментов, скажем так, для района. Ну, вы сказали, инвестиционный проект, он на сколько рассчитан? Уже есть какие-то сроки, когда начнется этот прорыв, хотя бы примерный? Он, этот проект, он уже реализуется, то есть он, значит, частично уже зашел на территорию рабочего, но для того, чтобы, скажем так, задействовать основные магистрали по обе стороны, которые там живут жители, да, и которые нужно менять и ветхое аварийное жилье, и строить социальные объекты. Пока вот именно эта ветка, она у нас, ну, мы по ней имеем вопросы, скажем так. Но эти вопросы, они все решаемые. С точки зрения инвестиций, это не такие глобальные деньги, которые, ну, про которые, как бы, как только услышал цифру, да, и думаешь, нет, это никогда не реализуется. На самом деле это, да, это достаточно подъемные цифры, поэтому я думаю, что вот с учетом внимания городской администрации, внимания, понимания, мы этот вопрос все-таки решим, потому что иначе, ну, как бы, перспективы, я думаю, не видно будет. Алексей Владимирович, ну, тут увязывается сразу еще один вопрос, это, конечно, расселение из ветхого аварийного жилья, вы уже затронули эту тему, действительно, у вас огромный процент бараков, огромный процент тех людей, которые живут еще не в тех условиях, в которых положено жить, да, в 21 веке. Вот по этому вопросу есть какие-то движения, но пока ждем реализации инвестиционного проекта, да. Что будем делать, как ведется эта работа? Ну, сразу скажу, мы не ждем реализации инвестиционного проекта, мы его подталкиваем всеми руками и ногами, да, и делаем все возможное для того, чтобы его осуществить. То, что касается ветхого аварийного жилья, это просто, ну, да, это основная проблема, это основная боль, скажем так, нашего района, да, и большинство жителей, которые приходят на прием, они как раз обращаются именно по этому вопросу. Сразу хочу сказать, что вот администрации города подготовлен проект, первый проект на территории рабочего по развитию, по программе развития застроенных территорий, который подразумевает расселение, вот, первые, 13 домов многоквартирных, там, это достаточно существенная цифра, вот, и как раз вот то, что к нам обращались, обращались там по улице Черского, это как раз вот в этом районе и находится. Вот, поэтому, дай бог, чтобы это была первая ласточка, что мы с нее начнем, решим вопросы с энергетиками, да, и, соответственно, будем старый фонд менять на новый, современный. Кроме того, вот такая очень твердая, уверенная позиция городской администрации по увеличению финансирования расселения из ветхого аварийного жилья, она имеет такой ясный, выраженный тренд на увеличение денежных средств, депутаты поддерживают вот это увеличение, ну, и, конечно, мы надеемся и на областное, и на федеральное софинансирование. Поэтому всеми силами будем, конечно, эту проблему решать. Ну, такой вопрос, смотрите, развитие застроенных территорий предполагает появление многих новостроек, да, на округе, новостройки, это новые жильцы, это увеличение населения, значит, дополнительная нагрузка на инфраструктуру, но вот насколько я знаю, что есть у вас некоторые проблемы с физкультурно-оздоровительным комплексом, да, то есть нет возможности детям, которые переедут в ваш район заниматься. Это с чем связано и как с ФОКом идут дела? Сейчас есть ли перспективы? В начале нашей беседы я сказал, что часть вопросов мы решили, часть находится в процессе решения, да. Вот очень много вопросов было, то, что касается с работой 15-й поликлиники, да. Вот здесь лед тронулся, на сегодняшний момент уже определен участок и проводится проектирование новой поликлиники в рабочие. А где будет находиться? Непосредственной близости от 15-й, от существующей поликлиники. Вот мы также, я ответил на вопрос, что происходит строительство детского сада, да, самого большого в городе вообще. Вот на очереди, вот в следующие этапы сейчас прорабатывается вопрос именно по физкультурно-оздоровительному комплексу и, конечно, культурно-досуговый центр, которого нет в рабочем. Вот и здесь предстоит, конечно, много работы от определения, скажем так, как самого вида, да, включения в программу. И, ну, скажу, что эта работа уже начата, уже есть предварительно рассмотренные несколько участков для того, чтобы можно было. И несколько типовых рабочих проектов по физкультурно-оздоровительному комплексу они рассматриваются и с точки зрения мощности, и с точки зрения возможности подводки всех коммуникаций. Очень много запросов у людей именно по физкультурно-оздоровительному комплексу с бассейном. То есть такой вопрос мы тоже рассматриваем. На бульваре Рябиково. То есть это замечательно. Такой же и, по крайней мере, не хуже рассматриваются все возможности для строительства ФОКа. Потому что тот ФОК, который на сегодня у нас имеется, закрытый, ну, крайне сложно его реанимировать. Может быть, не столько со строительной точки зрения, сколько, вот, скажем так, по всем процедурным вопросам оформления, связанное с собственностью, связанное с документацией, возможностью эксплуатации и прочее. Вот. Поэтому этот вопрос рассмотрен очень широко. Порядка трех-четырех таких совещаний с представителями нашего технического университета, да, там, Министерства образования, там, наше управление физической культурой городской, социальной сферы управления проводилось. И все-таки мы склоняемся к тому, что мы будем строить новое физкультурно-оздоровительное сооружение уже. И сейчас в этом направлении очень активно работаем. Активно помогают, кстати, и сами жители, потому что даже если нет ФОК, это не значит, что нету спортивных секций и других курсов дополнительного образования для детей, для подростков, в предместе рабочем. Моя коллега Анастасия Цыганкова познакомилась с теми, кто своими руками учит детей чему-то нового. Давайте посмотрим сюжет. Как правильно выполнять кувырок воспитанникам спортивной секции юный спецназовец объясняет настоящий офицер. Это Николай Янов, он живет в предместе рабочее. Заняться тренерской работой военного заставила личная необходимость. Он просто не смог найти подходящую мужскую секцию для своего 7-летнего сына. Являясь членом общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального значения, то есть совместно мы разработали программу юный спецназовец, и данное направление по рабочему я решил взять на себя. Наше направление достаточно интересное, то есть оно аккумулирует в себе не только единоборство, то есть есть горно-высотная подготовка, есть навыки выживания, есть медицинская подготовка, достаточно разнообразная программа. Родителям это очень интересно, то есть многие родители даже сами готовы собраться, то есть изъявили желание, то есть навыки выживания получить, то есть сходить в поход, вспомнить молодость. Подобная секция в рабочем единственная, она открылась в ноябре 2017 года. Сейчас спортивно-патриотический кружок посещают 50 мальчишек в возрасте от 4 до 16 лет. Здесь они изучают приемы самообороны, навыки выживания и оказание первой медицинской помощи. Но особенный интерес и искренний восторг у детей вызывает оружие. Оружие будем разбирать, встаем в стойке, как правильно держать оружие, в положении лежа оружие держим. В прошлом году для детей округа были открыты кружки для развития творческих способностей. В музыкальном классе учат играть на гитаре и фортепиано, занимаются с воспитанниками вокалом. По соседству открылась художественная студия. Творчества не хватало, очень часто к нам приходят родители, говорят, что вы молодцы, потому что здесь для детей очень-очень мало что есть. Есть языковые группы, я знаю, есть небольшая спортивная секция. А вот именно что-то такое по дополнительному образованию, этого здесь, конечно, нет. Мы сначала начинали просто с классов гитары, это было в библиотеке. Без центральной библиотечной системы города Иркутска мы бы, конечно, не стали в такие сроки тем, что мы сейчас есть. Еще одно открытие предместия рабочего – воскресная школа. Находится она на территории князя Владимирского храма. Построено здание на денежные средства депутата Алексея Распутина. Здесь прихожан знакомят с церковной кухней и учат рукоделию. Анастасия Цыганков, Евгений Шарыпов, Камертон. Мы в прямом эфире, Алексей Владимирович, ну расскажите, вы только что в сюжете проанонсировали нам, что воскресная школа на территории храма появится. Когда открытие? Что будут преподавать? Кто в ней будет заниматься? Галина, ну проанонсировали, что строительство завершено. Ну да, ну нужно сказать, что помимо строительства, да, нужно еще сделать ремонт. Ремонт в разных помещениях, исходя из того, какие там будут секции, чем там будут вообще, чему будут учить, чем будут заниматься. Разные. Вот, то есть помимо ремонта нужно сделать еще и оснастить оборудованием необходимым. Да, здесь сказали про кухню, то есть нужно кухонное оборудование приобрести. Там подразумеваются занятия спортом, то есть необходимы тренажеры. Вот, ну мы в плановом рабочем порядке с отцом Алексеем ведем эту работу. То есть мы работаем так, чтобы и соблюсти какие-то вот именно и церковные каноны, да, выдержать вот все в таком едином стиле вместе с храмом непосредственно с самим. Вот, и я так думаю, что часть помещений начнут работать уже в этом году, ну а полностью с учетом, скажем так, благоустройства прилегающей территории потребуется, наверное, год-полтора для того, чтобы уже в полном объеме задействовать воскресную школу. Ну приглашайте обязательно, съездим, посмотрим, как вы начали там работать. Еще один вопрос по школам. Мы вот открывали 66-й школы новый блок в прошлом году, к 1 сентября, красивый, практически как новая школа. Но теперь знаю, что одну школу открыли, другая закрывается у вас на округе, одна из старейших школ округа и закрывается на капитальный ремонт. Что там нужно сделать, где будут учиться ребята, куда их переведут и справится ли окружающая школа с вот такой нагрузкой. Потому что помним же по ситуации с 19-й школой, что всегда это некоторые стрессы для детей, для родителей, как вот у вас на округе будет. Ну, я так думаю, что, конечно, это немножко всегда сбивает с толка, с ритма, да, но нам необходимо ремонтироваться, начиная там с бытового уровня квартиры, да, и там, и дальше. У нас действительно такая замечательная школа номер 8, которая в прошлом году отпраздновала свое 80-летие. И ясно, что на сегодняшний момент требования к образовательным учреждениям, они поменялись. И здесь даже будет не только полностью проведен капитальный ремонт, да, здесь своего рода реновация, потому что будет построен еще и дополнительный спортивный зал. И школа как бы приобретет совсем другое качество и другой вид. И я так думаю, что в любом случае ребятишки будут распределены и продолжат без ущерба там для качества своего образования учебу. Но зато потом вернутся уже в новые стены, и это уже будут совсем другие условия для обучения. Ну, мы будем надеяться, что не только восьмая школа, но и все предместе рабочие приобретет в ближайшее время новый вид, более комфортные условия, хотя они у вас там и так неплохие. Алексей Владимирович, большое спасибо, что пришли. Мы же с вами встретимся в следующий раз через две недели, 20 марта. Вновь вернемся к обсуждению главных городских проблем, а уже завтра смотрите программу «Иркутск сегодня». Вновь поговорим о формировании комфортной городской среды и расскажем вам еще нюансы процедуры голосования. Это был Камертон, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok